Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, наконец-то настал тот день, когда я буду переделывать два этих легендарных набора с Железным Человеком. Сейчас я включу себе Мстителей, Войну Бесконечности, потом посмотрим финал, если время останется. И я хотел посмотреть Три Железных Человека, потом еще Мстюнов, но что-то я... Слушай, а можешь мне посмотреть просто Мстители обычных? Первых, типа? Вот. Не, мне очень нравится Война Бесконечности, поэтому будем смотреть ее, а там дальше будет видно. Переделываю сегодня два этих прекрасных набора, вернее, объедея в один. Все фигурки постараемся мы сегодня поставить на постаменты. Вот. Вот этот маленький наборчик, если честно, с четырьмя детальками смотрится, просто огрызком каким-то на самом деле. У нас здесь что вообще? Что у нас здесь? Давайте посмотрим сначала на наборы. Из того набора у меня еще вот такая вот историка есть. Это у нас то место, где Тони Старк и собирает свои великие костюмы. Второй момент. У нас есть вот такая вот штучка. Это столик с компьютерами Джарвисами и так далее. И, собственно, вот такая маленькая часть. И вот такая часть побольше. И что интересно, в большом наборе у нас было, получается, три наклейки на стекла. А здесь у нас четыре. И они вроде бы даже как-то разные. И вон тут даже написано War Machine Armor. Вот. Fire Armor, War Machine, Прототип Armor. То есть прикольно. Я думаю, что сегодня что-нибудь мы с вами должны придумать и реализовать. Вот. Поэтому я погнал переделать. Буду есть кока-кольные вкусные палочки, пить кофеечек, смотреть мультики. И понеслась. Я решил не изобретать велосипед и сделать так, как сделал. Не столько бы, знаете, как правильно сказать, переделал. Нет. Я больше, наверное, все-таки объединил два набора в одно. И получилось, на мой взгляд, симпатично. Возможно, кто-то скажет, что это не канон. И что и так не было. И что вообще это плохо. Но, вы знаете, мне зашло. Но, честно говоря, у себя в голове я представлял это немножко иначе. Ну, я, если честно, всегда сначала представляю много чего. А потом в итоге я отказываюсь от каких-то идей. Потому что некоторые идеи бывают импульсивные. Хочется их реализовать. Времени нет. А когда потом подходит как бы момент реализации этой идеи, я сливаюсь. Вот. Но тут, в принципе, я наполовину слился. Не совсем то, что я хотел. Но, с другой стороны, с этим набором по-другому и не поступишь. То есть, я хотел, понимаете, чтобы получилось по-другому. Надо было полностью все переделывать. А я не хотел, чтобы терялся зачаренный концепт набора. Впрочем, давайте я вам покажу. И потом уже мы более детально обсудим то, что у меня в итоге-то и получилось. Смотрим, дамы и господа. Представляю вам мою версию Зала Славы Костюмов Железного Человека. Я хочу, чтобы вы понимали. Айронмен очень плотненько вошел в мою душу, в мое сердце. И мне этот набор действительно было интересно купить. Я, честно, кстати, когда я покупал первый набор, да, я прямо оторвался руками его. Второй набор с машиной. И я такой... Короче, я сначала его не купил, пожалел 3,5 тысячи. А потом, спустя время, я пришла идея переделать. Вот. И я такой, блин, нет, надо купить. Я его, кстати, нашел. Его не было ни в одном, ни в другом магазине. И я, наверное, мне не то, что повезло, можно было где-нибудь в интернете заказать. Но вот так, чтобы прийти купить, мне, наверное, больше повезло, скорее всего. И у меня получилось вот что. Мне пришлось доделать вот эту часть. Еще одну полностью сделать, получается, из своих деталей. Мне не хватило одной. Я убрал центральную вот эту вот длинную какую-то непонятную историю. Получилось, что вон там сзади за вот этим костюмом у меня, видите, как коричневые детали, потому что не было серых. И вот здесь тоже не хватило одной серой. И вот этих костиков металлических мне не хватило. Но я думаю, потом найду и сделаю. Почему осталось три места? Три места осталось, во-первых, из-за того, что один костюм я применил в другом месте. Сейчас я вам покажу. Потом маленький вот этот костюм я не стал пихать. Я подумал, не буду. И потом лучше в другое место применю его. И вот этот повторный костюм тоже ставить я не стал. Конечно, три места можно было бы поставить War Machine, Mark 43, Блудный сын и Heartbreaker, которые у меня из наборов 13-го года. Но я подумал, что пусть они уж красиво там стоят. Не будем их задействовать. Не хочу. Пусть будет так. Вот. А вот эти три места, друзья, мои, я оставил, знаете, на перспективу. Но я подумал, что, наверное, будет не то, что правильно, а, наверное, костюмы Iron Man будут еще. И мне бы, конечно, хотелось бы зеленый космический костюм, ой, зеленый водный костюм и белый космический костюм. Я бы, конечно, хотел еще докупить. И какой-то был еще, я хотел из полибега, что ли, костюм. Но я что-нибудь придумаю. Потому что те два костюма... Потому что то, что появляется сейчас, где у Iron Man не открывается, забрал. А я мог сюда поставить Хаммера. Да, он тоже в Iron костюме. Но я не стал. Могу купить пойти батлпак фигурок из Мир Кубиков с Веномом. Но тоже что-то не то. Мне кажется, сюда надо ставить что-то либо старенькое. Ну, вот из того, что вот я назвал. Да, потому что те два набора, космический и подводный, это, знаете как, выходили наборы по Железному Человеку, по, по-моему, Ариэльтронов. И как-то там в одно время выходили вот эти два стремных набора. Один космический, второй что-то с гидрой под водой. Я что-то недорого стоил, я не стал брать. Сейчас, конечно, фигурки бы эти бы два костюма. Потому что они все-таки были уникальны. Потому что то, что они делают сейчас, это вот такие вот костюмы. Вот эти вот два. Вот эти вот два, серый и красный. Они, в принципе, ничего сверхъестественного и нового не представляют. Потому что в нижних костюмах есть какая-то идеология, история, что-то в этом есть. А в верхних двух, да даже вот в которой право, это у меня право из машинки с Лолой. Вроде как он, да, вот он еще был как бы там где-то, но тоже что-то как-то грустненькое, не прям сверх мне нравится. Но в целом, я считаю, получилось нормально. Может быть, не самый лучший мой кастом, но в целом мне понравилось. Далее я оставил фигурку вот этого Тони Старка. Здесь я им три дышка поставлю, а вот прямо сюда я поставлю ее. Потом вытащу. В костюме Лекса Лютера все-таки не стал применить другое место. В серванте поставлю ее. Дальше, что у нас еще? Огоньки и так далее. Вот костюм, который Mark 50 получается из-за Мстителей и Война бесконечной стеной. Финал, я думаю, да, я сделал вот так. Я здесь немножко дошаманил, вот тут добавил пару деталей, вот сюда добавил вот такую присоску и вот такой вот ключик. Я думаю, получилось прикольно. Кстати, да, джетпэг я поставил на первый самый прототип Iron Man костюма. И взял вот эти вот задние репульсоры, взял вот от этого человека. Вот так получилось, по-моему, довольно симпатично. А, кстати, да, с другой стороны наклеечки я наклеил вот так. То есть не наклеил в смысле, а переставил, чтобы было красиво ровно все на один ряд. Тоже смотрится весьма симпатично. Вообще весьма симпатичный сет получился у меня в целом. Так, значит, мы ставим это вот сюда, да, главный как бы костюм. И получил, ну, потому что он последний, финальный, скажем так. Дальше. Немножко переделал стол Тони Старка, добавил ему реактор. Property of Tony Stark is a heart. Это доказывает, что у Тони Старка есть сердце из первого фильма. Вот. И, и... А, ну и вот так, короче, сделал я. К чему-то я хотел сказать. Дальше. Ну, дубину я оставил в колпачке. То есть, ничего не менялось здесь. Вот тут я тоже там немножко снизу добавил детали, но ничего сверхъестественного. И вот финальная часть получается вот такой. Туда я положил парик Тони, блендер его фирменный, огнетушители везде просто у Тони должны быть. Здесь шкафчик пустой. А, это вот от Jetpack'а штучки. И вот несколько ящиков таких типа ящичков сделано. По-моему, получилось весьма интересно. Чистая лаборатория. Ставить, настраивать баррикады и делать типа, чтобы как комнату полноценную, как я хотел изначально. Я что-то передумал. В принципе, это и так смотрится довольно хорошо и довольно много места занимает. Но в целом, мне понравилось, как это выглядит. Это выглядит, в принципе, интересно, любопытно и симпатично. Да? Только напиши в комментариях, что выглядит плохо. Я прям приду, накажу. Вот реально. Так не должно быть. Я постарался. Я реально сделал хорошо. Мне кажется, плюс как хорошо. Я собрал все костюмы. Это и предполагали эти два набора, что вы будете докупать, собирать. Вот. Мне кажется, получилось весьма любопытно, весьма интересно. Друзья мои, дальше что вам расскажу. Впереди нас ждут много всего интересного. И переделки, и новые наборы, и много чего для вас интересного готовлю. Вот. Поэтому от вас попрошу подписаться, поставить лайкос этому ролику, написать, оценить, ну, адекватные правила. Хотя любые пишите комментарии, даже гадкие, да пишите, что хотите. В принципе, кто это такой, чтобы вам что-то запрещать. О, как бы, знаете как? Это как блогеры. Мне так нравится, когда блогеры не соглашаются с мнением людей, бравируя тем, что у нас есть свое мнение, и мы знаем, как надо. Понимаете, да? Да, то есть, как бы, поэтому и я, да, говоря, ну, как бы, пишите комментарии, как бы, подразумевая то, что я не знаю, как надо. Хочу у вас какого-то совета или еще чего-то, и потом буду говорить, да нет, вот тут я не согласен. Да нет, почему? Пишите-ка, я буду не согласен, конечно. Но пишите, в принципе, абсолютно все, что хотите, и спорить я ни с кем не буду. Это ваше мнение. Аккуратно, как я объясню, да, вот смысл к чему я. К тому, что какой смысл мне спорить с вами, если вы спорите со мной. Понимаете, какая история? То есть, получается, вы мне говорите что-то свое, я начинаю с вами спорить. В том же момент, как и я лучше, типа, знаю, считаю так, и начинаю, а вы начинаете уже спорить со мной. Поэтому бессмысленная какая-то возня по кругу. Вот, в целом, вот такой набор получился. Я думаю, в плане денег он бы стоил очень дорого, потому что костюм тут из разных наборов, и прям клево получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока-пока.